МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вовсе не политик и далеко не рачительный хозяйственник, а хороший манипулятор, который умелым пиаром создал себе привлекательный имидж. Мелис Морзакматов – уроженец села Папан Харасуйского района Ожской области. Образование получил БОЖ-ТУ заочное. 44-летний Морзакматов до вступления в должность мэра Оша на госслужбе почти не работал, если не считать того, что в далеком 92-м около года проработал в органах внутренних дел и один год налоговой инспекции. Неизвестны и причины, почему его карьера милиционера и налоговика закончилась столь скоротечно. По словам знающих его людей, характер хитрый, расчетливый, тонко чувствующий изменения в политической конъюнктуре. В Ожской области за ним прочно закрепилась кличка «Базарком». Умеет, что называется, пустить пыль в глаза. Это одна из самых сильных его сторон. Обладает актерскими способностями и говорит то, что хочет услышать собеседник. Карьера несостоявшегося налоговика Морзахматова продолжилась в 1997 году благодаря его родственнику и односельчанину Давлету Олимбекову. Благодаря ему Мелис устраивается работать реализатором древесины на Карасуйском базаре. Однако чуть позже Морзахматов, почувствовав вкус денег, кидает своего компаньона и переписывает совместный бизнес на себя. Такой же маневр Мелис через некоторое время проворачивает и со своими китайскими партнерами, с которыми он строил кирпичный завод в микрорайоне Южный. Морзахматов становится полноценным хозяином кирпичного завода, а его китайские партнеры вынуждены были бежать, обвиненные в подделке документов. Уже с 2005 года Мелис пытается идти в политику, и мартовские события того же года дают ему шанс. Уже весной 2005 года он, благодаря умению льстить, становится одним из приближенных Джаныша и Ахмата Бакиевых. Но полного доверия Бакиевых добился, когда пошел против оппонента Бакиевых – Баямана Иркинбаева. Морзахматов конфликтовал с Баяманом не только ради семи Бакиевых. Ему также важно было сохранить рынок Оумат. Позже, когда Баямана ликвидировали, Морзахматов убедил Бакиевых, что он готов умереть за них. С помощью своих новых покровителей в 2007 году Мелис становится депутатом через партию «Ахджол». Став депутатом, Мелис Морзе становится послушным орудием в руках власти. Тогда он молчал о коррупции в стране, ни слова не говорил о семье Бакиевых, молчал о Кумторе и, конечно, он не высказывал никакой критики в сторону тогдашней власти. Получив депутатский мандат, Мелис приступает к реализации новой своей цели – стать мэром города Ож. Но на пути есть небольшое препятствие – действующий мэр Аша Исаков. И тут в ход пошли самые грязные технологии. Мелис собирает компромат на Джумадыла Исакова, организовывает жалобы и выступления недовольной общественности. В январе 2009 года Мелис празднует победу. Мэра Исакова отстраняют от должности. Для того, чтобы гарантировать себе освободившееся место, Мэр Захматов денег не жалеет. Он дарит Джанышу Бакиеву особняк, находящийся на берегу Ахбуры, стоимостью 300 тысяч долларов США. Дарит Джанышу часть торгового центра Таатан. Кроме того, в дар передается и территория бывшей культурбазы Облпотребсоюза, что на привокзальной площади, размером около двух гектаров. И в один из приездов Джаныша Бакиева в Ож передает кейс с суммой в 130 тысяч долларов США. После таких преподношений Мелис гарантированно становится мэром Аша, а также самым приближенным и доверенным человеком Джаныша Бакиева. Апрельские события внесли изменения в его жизнь. Вечером 7 апреля Мэр Захматов встретил Бакиева в аэропорту Аша и доставил его в резиденцию. Еще раз присягнув на верность Бакиеву, он обещает вывести Ашан на митинг в его поддержку. Довольный таким предложением Курмамек Бакиев для поднятия боевого духа митингующих передает Мелису 200 тысяч долларов США. Действительно, 8 апреля 2010 года на центральной площади Аша собирается народ. Однако митингующий не требует возвращения к власти Бакиева, а требует сохранения в должности мэра Морзахматова. Огорченный Бакиев покидает страну, а Морзахматов возвращает себя обратно то, что когда-то отдавал семье Бакиевых. К нему обратно переходит бизнес в Таатане, а подаренный Джану Шибакееву особняк становится снова собственностью родственников Морзахматова. Испытанные методы по сохранению должности Морзахматов используют снова и снова. Немалые деньги, полученные от родственников Ахматпека Кельдебекова, Мелис использует для организации тысячного митинга. Но вновь выведенные на площадь митингующие скандируют имя Морзахматова. Каким же мэром был Морзахматов? Вся его деятельность совершалась за счет тех средств, которые выделялись городу Ож из центра, за счет трансфертов из республиканского бюджета, за счет средств, выделенных по линии Генеральной дирекции по восстановлению городов Ож и Джал-Лабад. Приведем простой пример. После трагических событий 2010 года, помимо запланированных в бюджете средств, государство выделило Ожу около 6 миллиардов сомов. Плюс к этому по линии международных доноров в Ож было направлено порядка 6 миллиардов сомов. Таким образом, в короткий период город Ож получил дополнительно 12 миллиардов сомов инвестиций. Это два годовых бюджета Бишкека. Эти огромные деньги город Ож получил не благодаря мэру Морзахматову, а благодаря миллионам кыргызстанцев, кто пришел на помощь Ашанам в те трудные дни. По данным Министерства финансов, формирование и исполнение бюджета города Ож на 90% зависит от центра. Средства, передаваемые из республиканского бюджета, возросли. При этом местные налоги и сборы сократились на 61,4 миллиона сомов. Как видно из расчетов, в увеличении размера бюджета практически нет заслуги мэрии, отмечает Министерство финансов. При этом мэр работал на создание собственного имиджа. Расходы местного бюджета на строительство памятников за последние три года составили 119,9 миллиона сомов. Например, бюджет города Каракуль на 2013 год – 118,3 миллиона сомов. То, что мэр Морзакматов умеет присваивать чужие заслуги, известно давно, в тот момент, когда тысячи кыргызстанцев оплакивали жертв июньской трагедии. Мелис Морзакматов захватывал чужую собственность. Он приобрел зону отдыха в юго-восточном районе Аша площадью около 4 гектаров. Строил свой пансионат на берегу озера Иссык-Куль и перестраивал торгово-рыночный комплекс ООМАТ в Карасу. Для того, чтобы вводить простых Ашан в заблуждение, он взял под свой контроль местное телевидение ОШ-ТВ, оформив первоначально 51% акции на своего родного племянника. Имея свой собственный канал, теперь он имеет возможность масштабно рекламировать себя. При помощи наемных технологов создавать имидж хозяйственника и патриота. По словам очевидцев, в команде Мелиса спокойно работают пиарщики Бакиевых. Небезызвестный Максим Каганер, украинский пиарщик Никитин, мастер интриг, приближенный Джануша Бакиева, Уран Ботобеков. Все они работали в секретариате с Оксаной Малеваной и Даняром Усеновыми. При помощи технологов Бакиева все объекты, построенные в Аше после трагических событий 2010 года, за счет государственной дирекции по восстановлению городов Оши-Джал-Лабад, за счет всех регионов Кыргызстана и республиканского бюджета, в одно мгновение превращались в заслуги Мурзахматова. На деле все обстоит иначе. Мэрия Аша за прошедшие почти пять лет не построила за свой счет ни одного предприятия, которое бы представило работу горожанам и пополнило бы городской бюджет. Все это время в городе Ош простаивают пять промышленных предприятий, в которые хозяйственники могли бы вдохнуть жизнь. Компания «Крыгсджиптекс» по производству хлопкового волокна не хватает оборотных средств, профессиональных специалистов, модернизации производства. Та же история с предприятием «Айкума» по производству кожевенного сырья и «Натекс» по производству махровых изделий, плодоовочкомбинат и «Ода-Юг». Был бы Мурзахматов врачителем-хозяином, разве не попытался бы он наладить собственное производство в любимом городе, к тому же имея такие мощные финансовые вливания? Ответ очевиден. Что же сделал Мурзахматов, будучи мэром? Принял решение о ликвидации центрального рынка. Замен предпринимателям предлагалось приобретать торговые места на рынках Таатан и Западный, владельцем которых через родственников и друзей фактически является сам Мурзахматов. Причем предприниматели вынуждены покупать торговые места за тысячи долларов. Мэр Мурзахматов, призванный в люсте все законы Кыргызстана, сам их и нарушал. По официальным данным на его рынке ООО «Мат-21 век», в селе Карасу фактически действует 470 контейнеров, а налоги платят из них только 186. Куда идут миллионы, остается загадкой. Мэрия Аша в январе 2010 года вынесла незаконное решение о продаже 6000 квадратных метров, принадлежащих детскому туберкулезному диспансеру, расположенному в микрорайоне Юго-Восток. Не смутило Мурзахматова то, что территория-то находилась в ведении Минздрава, и никто не имеет права их продавать. Поговаривают, что за эти участки мэру Аша через приближенного работника мэрии передали 80 тысяч долларов. Материалы о незаконной продаже находятся в прокуратуре Аша. На сегодняшний день очевидно, что такое руководство крупнейшим городом юга страны привело к тому, что цветущий в советское время ОШ постепенно хереет. Экономика города малоэффективна, уровень жизни большинства населения низок, у молодежи нет возможности получения достойного образования. Все это приводит к оттоку городского населения и замещению его мигрантами из еще более неуспешных районов. Большинство горожан выживают торговлей, но и эта сфера за годы мэрства Мурзакматова перестроена по семейно-клановому принципу и имеет львиную долю теневого оборота. Самое опасное в том, что Мурзакматов, пытаясь заработать очки, открыто разделяет Кыргызстан на юг и север и продвигает идею национализма. Неоднократно СМИ писали о том, что бывший мэр принимал активное участие в юнских событиях 2010 года. Что именно он делал? Есть свидетели того, что в самый трудный переломный момент июньских событий бывший мэр бросил горожан на произвол судьбы. Хотите знать, что Мурзакматов сделал тогда в самый трудный переломный момент бросил горожан на произвол судьбы? В юне 2010 года вместо того, чтобы успокоить население, выступить с обращением к горожанам и примерить враждующие стороны, он попытался позорно сбежать, боясь за свою жизнь. Есть свидетели того, как 12 июня 2010 года он на своем джипе вместе с Арзебеком Худюшевым, заместителем министра финансов, убегал из города. Попытка скрыться ему не удалась. На блокпосту перед въездом в село Толикон незадачливых беглецов поймали простые сельчане. Люди искренне не понимали, почему мэр оставил город и сбежал. До утра их продержали на блокпосту, а затем заставили вернуться. Давайте на минуту представим, что ждет страну, если такой человек с далеко не государственным мышлением получит безраздельную власть на юге Кыргызстана. Мрзакматов, начиная с октября, собирают вокруг себя различных обиженных политиков и коррупционеров. Этим людям плевать на раскол страны. Мрзакматов, начиная с октября, собирают. Амбиции превыше. Настоящий патриот не станет делать имя на использование самых неизменных человеческих чувств. Жадности, зависти к чужому богатству, лени, стремление к иждивенчеству, желание завладеть чужим имуществом под лозунгом «Грабь награбленная» и те, кто этим занимается, настоящие враги Кыргызстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова